всем добрый день вы на канале магазина пряжи вязаный меня зовут мария сегодня я вас познакомлю с пряжей аргентинская шерсть который выпускается у нас в россии фирмой comtex это стопроцентная шерсть моточек весит 100 грамм длина нить в нем 200 метров то есть толщина у нее средняя рекомендации по инструментам спицы и крючок от 3 до 5 ниточка гладкая скорее чем ворсистая хорошо видна ее структура скрутка отдельные волокна но она не лощеная а покрыта легким пушком и встречаются по длине нити остевые волоски волоски эти будут стимулировать кровообращение разгонять кровь у нее есть небольшая колкость но это делает ее еще более теплой скручена она из трех волокон волокна легко разъединяются но при этом нить не слоится не цепляется в работе и вяжется достаточно быстро также этому способствует толщина средняя ниточка не тонкая скрутка у нее не очень упругая ниточка сама по себе плотная крепкая слегка эластичная в общем-то структура у нее четкая есть легкий пушок такой обозначенный едва и встречаются остевые волоски образец спицами у нас связан в лицевой глади спицами номер пять на крайнем номере инструмента то есть достаточно свободно в петельке она ложится аккуратно достаточно ровно ниточка матовая поэтому все рисунки будут видны отчетливо вот так выглядит изнаночная гладь рядности нет то есть все полотно однородная второй образец с косами связан также спицами номер пять косички по идее должны быть очень пышными но они слегка расправились я думаю что это за счет того что ниточка плотная посмотрите они четкие ровные одинаковые но при этом не очень пышные то есть любые рисунки в полотне будут иметь среднюю упругость они не будут сильно собирать полотно но при этом не будут совсем расправленными то есть она такая универсальная и любые узоры подчеркнет резинка связана на спицах номер четыре и она тоже форму держит сама по себе нить стабильная но при этом ее плотность немного скрадывает пружинистость образец крючком связан крючком номер четыре с половиной столбиками и для крючка она тоже подходит но обратите внимание что слегка просвечивает полотно то есть ворсик после стирки не раскрывается настолько чтобы закрыть пространство вот это и либо наверное нужно выбирать какие-то узоры которые предполагают воздушность либо вязать совсем плотно вот они то есть здесь ворсик такой слегка обозначенной он никак не мешает рисунком но при этом он и не заполняет собой пространство вязать из нее можно любую зимнюю одежду она будет очень теплой благодаря натуральному составу и умеренной колкости но в первую очередь это практичная одежда которая одевается поверх другой тонкой одежды потому что у многих из нас кожа чувствительная и например шарфик связанный с такой пряжи может покалывать а вот варежки жилеты свитера на морозную погоду будут очень практичными плюс из нее можно вязать одежду для людей которые много проводят времени на улице холодную погоду у кого может быть работа связана с улицей или кто много гуляет с детьми ниточка натуральная поэтому одежда из нее будет дышать и при этом она плотная поэтому ветреную погоду будет комфортно в одежде из нее стирку переносит она хорошо практически не отдает краску не линяет при намокании полотно становится жидким расплывается но после высыхания возвращается к первоначальным размерам то есть форму она свое удерживает изделие не должно вытягиваться при соблюдении плотности но все равно лучше создать образец потому что разные узоры могут по-разному влиять на вытяжку и еще может повлиять объем изделия чем меньше изделия тем она стабильнее чем объемнее тем соответственно под весом своим она больше шансов что вытянется но эта ниточка плотная и первое впечатление они что она будет форму хорошо держать а стирать ее рекомендуют руками и нельзя сушить изделие в стиральной машине то есть стирка щадящая должна быть цвета у нее чистые без меланжевых полутонов то есть они однозначные все четкие и матовая поверхность ниточки легкий пушочек делая это все оттенки слегка приглушенными то есть здесь есть яркие цвета но вы увидите дальше что даже они выглядят сдержанно чайная роза 192 персик 037 светлая амалия 102 светло-розовый 055 розовый кварц 292 лимон 030 фисташка 189 зеленое яблоко 045 трава 044 коралловый темные 124 светло-голубой 014 бирюза 024 белый 205 он здесь не кипельный а ближе к молочному и есть один натуральный оттенок суровый 001 в целом ниточку натуральная очень теплая но слегка колкая поэтому лучше сначала познакомиться с ней в изделии которая не будет контактировать напрямую с нежной кожей например связать какую-то жилетку носки и уже оценить как ваша кожа и и переносит а уже после этого можно вязать шапочки свитера и все что вам захочется если вы с ней работали уже напишите в комментариях свое мнение об этой нити и подписывайтесь на наш канал увидимся с вами в следующих видео всем пока